Госпожа министр, добро пожаловать. Второй раз вы в этой студии, первый раз в этом качестве. Во-первых, поздравления с вашей новой позицией. И давайте начнем, как мы обычно начинаем здесь, с новостей недели, и с новостей, которые имеют непосредственное отношение к вашему региону. Было объявлено, что в начале недели мы узнали о том, что примерно треть латвийско-российской границы будет обнесена заграждениями. Это мотивируется тем, что делаются попытки предотвратить попытки нелегального пересечения границы в связи с ухудшающейся ситуацией. При этом Эстония с Россией должна была ратифицировать целый ряд договоров пограничных, которые в России, ратификацию которых в России назвали знаковыми. Считаете ли вы это какими-то разнонаправленными действиями в регионе по отношению к России? И какие надежды вы возлагаете на ратификацию пограничных договоров? Во-первых, очень приятно быть опять здесь. Спасибо, что пригласили. Что касается договоров о границе, их всего два. Договор о прохождении границы по сухопутному участку и договор о прохождении границы на морских пространствах. Так что все у нас два договора, которые мы сейчас действительно ратифицируем. Они у нас в Эстонском парламенте прошли первое чтение. Должны еще пройти два чтения. Я очень надеюсь, что этот процесс где-то закончится весной. С российской стороны тоже действительно мы договорились с министром иностранных дел господином Лавровым, что мы будем стараться этот процесс проводить более-менее в одном и том же ритме. По крайней мере, будем друг друга информировать, как идет процесс ратификации договоров. Так что я надеюсь, что и Россия, Российская Дума начнет ратификацию уже свое чтение и голосование в начале следующего года. То есть граница необходима. Она у нас сегодня есть в действительности. Но также необходимо, чтобы граница была бы определена юридическим документом, договором. И здесь интересы Эстонии, России полностью совпадают. Граница необходима не для того, чтобы разделять людей, а для того, чтобы знать, где она лежит, чтобы охранять свою границу. И, естественно, сегодня, в то время, когда мы более и больше говорим о беженцах и об иллегальной миграции, то граница должна и защищать государство. Если же мы говорим об Эстонии, то наша граница – это граница Евросоюза, это граница НАТО. И это наша ответственность – защищать свою границу, границу Евросоюза, границу НАТО. Какими способами? То я думаю, что в 21 веке очень много различных способов. Естественно, там есть различные технические возможности охранения границы. На сегодняшний день мы не обсуждаем, будем ли мы там строить какие-нибудь другие построения. Мы сегодня считаем, что есть технические средства, которые можно защищать, охранять границу в 21 веке. Вы заговорили уже о беженцах, и волна этого кризиса захлестнула Европу. Насколько эта проблема является острой для Эстонии, и как она решается, и какие, на ваш взгляд, правильные пути ее решения? Это действительно большая проблема. Я бы назвала это даже кризисом. Этот кризис касается всей Европы. И решение может быть тоже только в единой Европе, действуя вместе. То есть здесь у нас нет своей политики, а мы обсуждаем это со своими партнерами по Евросоюзу. И те меры, которые мы принимаем, мы принимаем тоже, предпринимаем тоже со своими партнерами по Евросоюзу. Это касается и принятия беженцев. В Евросоюзе мы решили, какое число беженцев будут распределены по различным государствам. Эстония примет 535 беженцев в течение двух лет. То есть мы будем выполнять свою должность, свою обязанность в этом смысле. А также этот вопрос намного шире. Это сотрудничество и с Сирией. Это вопрос решения Либии. Это сотрудничество с Турцией, странами, африканскими государствами. То есть здесь очень много внешнеполитических аспектов. И что положительно, положительно то, что Евросоюз действительно сегодня говорит в один голос. Показывает солидарность и гуманность. То есть Европа и мы, Эстония, мы готовы принять беженцев войны в пределах тех договоренностей, которые мы достигли. Но мы должны очень четко понимать, что экономические мигранты не беженцы, не военные беженцы. И они должны возвращаться обратно в свои государства. В то же время мы должны бороться и с уголовной преступностью, которая сегодня зарабатывает на том, что привозит людей в Европу. То есть и военные действия, и военные операции в Средиземном море. Это также необходимо. Этот вопрос, которым мы занимаемся. Мы очень рады тому, довольны тем, что Евросоюз договорился с Турцией о помощи Турции. Потому что сегодня в Турции находятся более двух миллионов беженцев из Сирии. И это огромное число. И, конечно, мы должны помогать тем государствам, которые сегодня самые тесные сталкиваются с беженцами. Вы заговорили о Турции. Я не могу не упомянуть ухудшение очень ощутимого в отношениях Турции и России. И вот в минуты этой полемики, самой острой, опять шел разговор о пятой статье НАТО, не могу вас не спросить. Потому что вы член НАТО, Турция член НАТО. Вот в такой сложной геополитической ситуации и в ситуации, когда безопасность, она ни для кого не становится уже, ни для кого не является однозначным таким каким-то понятием. Насколько, на ваш взгляд, вообще правомерно говорить на фоне всех остальных угроз о возможности применения пятой статьи о коллективной обороне? Ну, что касается этого инцидента, который вы назвали, то каждое государство имеет право защищать свою территорию. Земную территорию, воздушное пространство и здесь по-другому быть не может. И как член НАТО мы выразили солидарность с Турцией вместе со всеми другими членами НАТО. Это было и так есть. Что же касается статьи пятой, то это решение каждого государства. Желают ли они пойти на статью пятую НАТО? И Турция этого не сделала. Это вопрос не связан с НАТО. Это вопрос связан буквально с Турцией и с Россией. Чего мы ждем? Мы надеемся, что Турция и Россия смогут между собой договориться, смогут эту обстановку обсудить, регулировать. И чтобы не было бы даже возможности более острой эскалиции обстановки. Мы начали говорить о ближневосточных проблемах, кризисе. Терроризм сейчас является угрозой для всех, как это стало очевидно. И никто не защищен от этого. Какова позиция Эстонии на этот счет? Как нужно с этой террористической угрозой бороться, учитывая те разногласия, о которых мы вот сейчас только говорили, и другие разногласия, которые присутствуют на международной арене между игроками? Действительно, вы правильно сказали, что терроризм – это проблема, с которой сталкиваются все государства. И до сих пор это был просто счастливый случай, что граждан Эстони не было ни в самолете, ни в тех местах, ни на концерте и в других местах, где были проведены террористические акты. То есть действительно, как можно бороться с терроризмом? Надо бороться вместе, надо свои действия хорошо координировать. И, по-моему, в этом вопросе государство готово договориться, что борьба с терроризмом приоритетная, этим надо заниматься. Терроризму нет места в нашем мире сегодня. Терроризм не должен влиять на нашу жизнь, не должен менять нашу жизнь. И, конечно, здесь необходима намного лучшая координация. Даже если мы говорим о Сирии, то до сих пор возникают вопросы, кто с кем там борется, кто кого бомбит. И этого не следует. Таких вопросов не должно быть. Должна быть четко борьба с терроризмом. В разговоре об альянсах НАТО, это главный сейчас военный альянс, и в течение нескольких лет шел разговор о том, что НАТО не готова к расширению. И что расширение ждать в ближайшие годы не стоит. И вдруг неожиданно на этой неделе последовало приглашение Черногории вступить в НАТО. Как вы это объясняете и каковы могут быть последствия вот этой неожиданности такой? Ну, во-первых, я не согласна, что неожиданно, потому что действительно расширение НАТО, это постоянно на повестке в НАТО, мы это обсуждаем. И Эстония очень четко поддерживает политику открытых дверей. То есть мы считаем, что все государства имеют право выбирать свое будущее, все государства имеют право выбирать, в какие альянсы или организации они хотят принадлежать, и они имеют право в эти альянсы и организации вступать. Альянсы должны поддерживать. Если они выполняют все эти критерии и все эти нормы, которые для этого необходимы. То есть если государство выполняет нормы Евросоюза, они имеют право начать переговоры с Евросоюзами, что в виде Евросоюза также есть НАТО. И в этом смысле приглашение Черногорию было очень логичным шагом. Подтверждение того, что в НАТО продолжается политика открытых дверей. В НАТО не закрытый клуб, а он готов принимать новые государства, которые этого желают, которые готовы и которые выполняют все требования. И в этом смысле очень много зависит в Украине, независимо от украинского народа. Чего они желают? Что касается Грузии, то я думаю для Грузии приглашение, которое было сейчас дано Черногорию, должно рассматриваться как положительный шаг. Того, что политика открытых дверей продолжается. Того, что если они будут проводить свои реформы, и если они будут готовы, то и политическое решение о том, может быть когда-то принято. Этого решения нет сегодня, но его нельзя исключать окончательно. Саммит НАТО в Варшаве будет в середине следующего года. Стоит от него ожидать каких-то неожиданностей? Ну, сейчас мы в декабре. Саммит будет через 6 месяцев. Сейчас идет подготовка к саммиту. Я не хотела бы спекулировать на те темы, которые там будут обсуждаться. Факт то, что варшавский саммит будет продолжать все те темы, о которых говорили на прошлом саммите в Вейльсе. Так что эта работа будет продолжаться. Подготовка сейчас идет. Ну, а дальше спекулировать я сейчас не хотела бы. Про Грузию мы заговорили в контексте НАТО, но в ЕС я знаю, что идут сейчас переговоры по поводу либерализации визового режима для Грузии. Можно ожидать, по вашим сведениям, можно ожидать, что это случится, и грузинские граждане получат в 2016 году, начиная с лета 2016 года, возможность свободно передвигаться? Я думаю, что можно. Я уже в понедельник после встречи министра иностранных дел Евросоюза, я это тоже и публично сказала, что да, Грузия, насколько эта информация у нас есть в Евросоюзе, выполнила все технические требования для того, чтобы получить безвизовые поездки в Евросоюз. То есть я знаю, что это будет сказано где-то в течение ближайших дней. Грузия заслуживает этого. Это и техническое решение, это и политическое решение. Я очень надеюсь, что скоро граждане Грузии смогут ездить без виз в Европу, и я думаю, что они почувствуют близость Европы, а что может быть еще более важно, они почувствуют полную поддержку Европы. Ну вот вы с очевидной радостью об этом говорите. То есть у вас есть очевидная такая позиция на этот счет. Вы считаете, что такой подход должен исповедоваться в Евросоюзе? Опять-таки мы поддерживаем то, что государства имеют право выбирать свое будущее. И народы имеют право решать, в какие организации они хотят принадлежать. И пока Грузия идет по более тесной интеграции к Евросоюзу, мы поддерживаем. Мы поддерживаем Грузию, мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем Молдавию, мы поддерживаем все эти государства, кто проводят реформы, демократические реформы, и хотят более тесной интеграции с Европой. Пока они на этом пути, мы с ними. Мы с ними как члены Евросоюза, мы с ними как члены НАТО, и в двустороннем порядке. У нас программы, которые мы проводим с этими государствами, чтобы помочь им, чтобы поделиться тем опытом, который мы имеем. И мы имеем этот опыт благодаря, что нам когда-то помогали. В начале 90-х, когда мы вступали в Евросоюз, в НАТО, то тоже к нам приезжали эксперты, мы получали финансовую помощь, техническую помощь. Нас очень сильно поддерживали на пути в Евросоюз и в НАТО. И теперь это наша обязанность, и мы это делаем действительно с огромной радостью. Потому что это право тех народов и тех государств выбирать свое будущее. Если они хотят быть с нами, с Евросоюзом, то этому следует только радоваться. У Евросоюза есть четкая и ясная позиция по поводу санкций, которые были введены в отношении России. Я знаю, что вы эти санкции поддерживали. Сегодня было объявлено о том, что Владимир Путин собирается отменить режим свободной торговли с Украиной. То есть вот эти вот обоюдоострые меры и контрмеры, они продолжаются. Вот на ваш взгляд, до сих пор, если оценить эффективность этих санкций и перспективу этих санкций? Ну, во-первых, санкции, они были введены по конкретным причинам. Они были введены из-за агрессивного поведения России, из-за оккупации Крыма, из-за военных действий, которые сегодня происходят в восточной части Украины. Это конкретная причина. И санкции привязаны к этим причинам. То есть пока Украина не восстановлена независимым государством, пока Украина не имеет полный контроль над своей границей, то не может быть речи об отмене санкций. И в этом смысле я думаю, что Евросоюз, насколько сегодня знаю, Евросоюз единый, санкции будут продлены, они истекли бы в конце января, они, вероятно, будут продлены на 6 месяцев. Это решение, по крайней мере, подготовлено для глав государств. Они встречаются на этой неделе и рассмотрят этот вопрос. Но у меня нет сомнений, что Евросоюз будет единым и будет требовать, чтобы санкции действовали дальше до тех пор, пока Россия не будет выполнять свои обязанности по международному праву. Бьют ли эти санкции по нашей экономике? Конечно, конечно, мы их чувствуем. Чувствуем мы, как Эстония, чувствуют другие государства. Но у демократии есть цена, у принципов есть цена. И если мы сегодня не будем соблюдать те принципы, о которых мы договорились после Второй мировой войны, о которых мы договорились в Хельсинки, что не может быть военных действий против независимого государства, мы договорились, что не может быть измен границ силой со стороны другого государства. Пока те принципы действуют, мы должны их уважать. Они действуют. Никто их не отменял и не будет отменять. Это значит, мы должны платить за то, чтобы эти принципы дальше были бы действительно, и чтобы Россия стала бы тоже эти принципы опять выполнять. А как вы думаете, при каких условиях Россия может вернуться на путь выполнения этих принципов, придерживания того, что принято в международном сообществе в Европе? Это вопрос российским властям. Я только могу сказать, что те принципы, о которых мы договорились, они очень принципиальны. У нас есть международное право, у нас есть принципы поведения, у нас есть архитектура Европы 21 века, и там нет места такому агрессивному поведению. И если одно государство вдруг решает не выполнять эти нормы, то международное сообщество должно действовать для того, чтобы то государство вернулось обратно к международному праву и общепринятым принципам. И если для этого необходимо продлевать санкции, и если для этого наша экономика будет еще больше терять, мы готовы это делать, продолжать, потому что есть что-то, что стоит больше, чем деньги. Говоря о вопросах безопасности, о которых мы начали с вами уже говорить, Эстония гордится, наверное, по праву той ролью, которую она занимает в борьбе за кибербезопасность. А почему в Эстонии вообще эта проблема и этот вид деятельности вышел на первое место, и почему вы можете утверждать успешность этого предприятия? Ну, во-первых, мы очень зависим от электронных услуг. Эстония первое государство в мире, которое вело электронные выборы в парламент, местные власти, первое государство в мире, где правительство работает не на бумаге, а электронное правительство. У нас более 96% всех банковских операций проводятся через интернет по электронным методам. То есть у нас более 2000 различных электронных служб, которые мы предоставляем своим гражданам, жителям Эстонии, а также иностранцам, кто хотят пользоваться нашими электронными услугами. То есть мы зависим от этого. Вы защищаете свой образ жизни? Да, это действительно наш образ жизни, наш лайфстайл. А для того, чтобы мы были бы эффективны, нам надо его защищать. И, конечно, здесь следует опять упомянуть 2007 год, когда Эстония была под давлением или когда были атаки на наши электронные службы, то это опять-таки заставило нас пересмотреть свое законодательство, свои политики, а также обратить внимание других государств и в Евросоюзе, и в ООН, и в НАТО, что есть информационные технологии, они здесь для того, чтобы помогать нашим государствам развиваться, они никуда не исчезнут. Кибер пришел, чтобы остаться. Нам надо с этим жить, нам надо учиться с этим жить, нам надо защищать свои электронные службы и свой электронный мир. Заговорили об информации. Сейчас больная тема для многих это бои в информационном пространстве, которые ведутся. И чаще они становятся уже боями без правил. А Эстония предпочитает занимать в этой ситуации роль, позицию участника, позицию наблюдателя. Какую вы для себя в этом политику избираете? Мы в войнах не участвуем. Конечно, мы предпочитаем никаких войнах не участвовать. Что же касается информации, то мы всегда поддерживаем то, что информация должна быть правдивой. Мы всегда пользуемся случаем, чтобы рассказать о своих политиках, о своих решениях. Поэтому сегодня встречаюсь с вами. И, конечно, мы поддерживаем то, что интернет и вообще все... У людей должна быть возможность ознакомиться с различной информацией. Интернет должен быть открытым, должен быть свободным. И здесь никаких компромиссов быть не может. То есть это уже права человека. Это право иметь информацию, это право участвовать в разных мероприятиях законных, это право собираться, это право выражать свое мнение. Мы это очень сильно поддерживаем. Наверное, потому что мы тоже помним 50 лет, которые мы провели в Советском Союзе не по своей воле. И, вероятно, вот это то, что заставляет нас больше и больше говорить о демократии, о правах человека, защищать их и также в информационной сфере. Последний вопрос. Учитывая ваш огромный дипломатический опыт, вы были послом в Соединенных Штатах, до этого вы были послом в России. Вот сейчас, по вашей оценке, отношения Эстонии с Россией и с Соединенными Штатами, они развиваются по тем векторам, которые вы могли бы предвидеть, когда вы занимали позиции дипломата в этих странах? Ну, конечно, того, что настолько агрессивного поведения России, да, это можно было предвидеть после событий 2008 года в Грузии, но, я думаю, все надеялись, что никогда такого не повторится. То есть, конечно, это, что происходит сегодня в Восточной Украине и оккупирование Крыма, это влияет на наши двухсторонние отношения. Это влияет на наши двухсторонние отношения, также на отношения Евросоюза с Россией и по-другому быть не может. Но, с другой стороны, у нас есть темы, у нас есть вопросы, где мы можем конструктивно сотрудничать. Как раз я назвала вам договора о границах. Это один вопрос. У нас есть еще договор об дипломатическом имуществе, о наших посольствах. То есть, есть такие темы, где мы готовы сотрудничать. До сих пор приятно сказать, что наши отношения в сфере культуры прекрасные. Люди посещают все больше Эстонию, и эстонцы ездят все больше и больше в Россию, что тоже очень приятно. То есть, есть и такие положительные показатели. Но, что касается политических отношений, то я не вижу возможности, что в данной обстановке, если Россия не изменит свое поведение, что наши отношения или отношения Евросоюза с Россией могли бы быть более позитивными. С Соединенными Штатами у вас все складывается, как предвиделось, хотелось, надеялось? Вы знаете, Соединенные Штаты, они действительно не наш партнер, они наш друг, они наш союзник. И сегодня, когда я проводила консультации в Министерстве иностранных дел США, то опять-таки почти во всех вопросах наши взгляды совпадают. Конечно, есть некоторые вопросы, на которые мы смотрим по-разному, или, может быть, какие-то нюансы разные. Но что самое основное? Основное то, что мы разделяем понятие, каким мы хотим видеть мир, мы разделяем понятие, что для нас значит демократия, что для нас значит права человека, а это очень важно. И если уже в этом понятии есть какие-то маленькие вопросы, которые можно следующие дальше обсуждать, то это нормально. Так что Соединенные Штаты, действительно, они наши очень тесные союзник, друг и партнер. Госпожа министр, спасибо вам большое. У меня к вам еще много вопросов, но время наше истекает, поэтому я надеюсь на новые встречи здесь или в любом месте, где мы окажемся с вами. Спасибо вам и успехов. Спасибо. 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 Спасибо.